Здравствуйте, Арсений Селезнев Зверобой. Я начинаю откручивать проволоку, чтобы повесить сетку, подцепить, соединить ее с другой частью, пока здесь. Для ограждения петухов и кур от открытого пространства. На этом открытом пространстве погибла у меня когда-то давно одна курица, зимой она зашла в глубокий снег и не могла вернуться, ее словила птица. Так, чтобы хищная птица словила. Так, чтобы этого не повторилось, эти открытые пространства я огражу, буду ограждать. Сейчас откручу вот эту последнюю. Да, их три вроде. Вот так вот, чтобы они не потерялись. И теперь подцеплю эту сетку. Сетка вот такая, но это была самая дешевая, 10 метров, 50 на 50, 10 метров длины, полтора высоты. Самая дешевая из такого типа. Вот у меня была другая, по-моему этого же производителя и она за два года вот так поржавела. Так что это не реклама. Или уже три года прошло? Три вроде прошло. Так что это не реклама. Эта сетка вроде бы сделана уже лучше, мне так кажется. Так, лучше снизу начинать. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Я завожу край сетки туда. Вот так завожу и загибаю. Там много не надо загибать. Достаточно вот за другую сетку. Сейчас покажу посерединке. Вот так вот загибаю. И этого, в принципе, достаточно, чтобы еще где-то здесь, чтобы куры не выскочили. Ну и сверху. Это я продолжаю делать линию ковыла. Ковыл это герой, отрицательный герой народного сказания, поверье, можно так выразиться. Сейчас тут подровняю. Вот так. Более-менее было. И теперь надо будет приподнимать и раскручивать. Так, в принципе, можно растягивать любую сетку. Единственное, что она провалится, середина. Можно под низ продевать палку, а снизу какую-то эту и за палку тянуть. Но я считаю, я так пробовал. Я считаю, что можно обойтись без нее, без палки. Вот, сразу растягиваю немножко под это, чтобы она раскрутилась. Слишком уж завернута. Было бы, конечно, хорошо придумать какой-то станок, который раскручивает ее и сразу же выравнивает. Потому что, если отпустить, она будет загибаться в ту сторону, в сторону калины. Так, сейчас нужно пройти дерево. Не знаю, зачем я взял плоскогубцы. Карточка выпала. Слишком длинные сетки, они тоже неудобны. Они очень тяжелые и желательно их раскручивать вот так, таким вот образом вдвоем. Потому что середина вот проваливается, вот видно, как середина проваливается туда вниз. Из-за этого тяжело ее раскручивать. Так, уже несколько метров прошло из десяти возможных. Сейчас тут кусты, кустарники пошли. Старайтесь всякие кустарники, ветки я там пообламывал сухие, чтобы ничего такого подобного не было. Тогда будет легче заниматься сеткой. Так, а самое главное, я сделал диагонали жесткости, чтобы та опора вертикальная не завалилась, не упала, потому что она немножко подгнила. Так, так, комары, 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 пусть кусают до зари. Вот, что еще? Что еще? А вот и жизнь заканчивается. 10 метров сейчас соединю. Может еще какие-то палки подпорные делать, но я не хотел этим заниматься. Наверное, прицеплю вот там к древесине, к дереву. Что щекочет сзади. Во-первых, сначала надо размотать, а потом уже выяснять, что... Да, скорее всего я к яблоне... Ай! Муравьи, наверное. Прицеплю в одном или в другом месте проволокой и таким образом там закрепится. Внизу можно не крепить, а верх придется закрепить. Потом позже уже я закреплю более основательно, потому что снег может падать и липкий, а он очень так любит налипать и у меня в нескольких местах упал забор. Ну, то есть надо будет что-то такое сделать. Но это делать уже лучше потом, когда уже готово. Так, сейчас до конца размотаю. Очень жесткая такая сетка. И в конце неудобно разматывать. Тут желательно как-то там или палкой или чем вставлять. Сейчас она будет складываться. Последний виток. Вот так. Вот она складывается. И тут ее желательно сразу расправлять до конца. Или хотя бы наполовину, а потом уже до конца. чтобы можно было соединить со следующей. Эти крючки можно не разгибать. Тогда можно будет вставить ту сетку, которая будет следующая в эти крючки и начать разматывать. Такой себе лайфхак, если так можно выразиться. Вначале и в конце вот так подминать эту сетку. Где-то тут она будет проходить. Топинамбур остается куром на съедение. А вот эта часть, степная, там у меня посажены грецкие орехи, там, там, где-то там, там. В шахматном порядке таком. Квадратно-гнездовым способом. На расстоянии 10 метров. Но это пока деревья вырастут, они уже два или три раза обмораживались. Вернее один раз обморозились весной прошлой и один или два раза на них напала какая-то, какие-то паразиты, которые съели, расщепили кору и внутрь проникли и там отложили личинки. Очень такая неприятная вещь. Я думал, что вообще деревья погибнут. Так. Вот так вот. Ну, здесь немножко заверну сюда такой колонной, чтобы оно держалось. Даже вверх можно сцепить немного. Вот у меня такая болезнь и даже яблони попортились. Я не знал, как с ней бороться с самого начала. Поэтому все так плачевно. Яблоня была очень хорошая, крупные такие яблоки. Я ее удобрил. Все было шикарно. Ну, пришли такие деньки. Так, эту щир или щирицу обрывать нежелательно. А вот этот амброзия. Такое себе растение интересное желательно. Так, что у нас получается. Нет, пока так поставлю. И это немножко подтяну сюда. Так, здесь оно падает. Здесь лучше выровнять. И здесь уже буду соединять. Сейчас выйду на улицу. Наружу. Все. Петухи отгорожены. Буду соединять не постоянно, а, как бы сказать, временно. То есть тут всего лишь в нескольких местах. Допустим, здесь закреплю не слишком тщательно и где-то внизу. Где-то здесь. Ой, комары кусают. Вот так. Можно обойтись без плосководца. Вот так вот. Потом, когда уже натянется вот эта сетка, и тогда уже будет ясно, где тут вверх, где тут вниз, и закрепиться более надежно. Но сейчас будет так. Конечно, лучше работать вдвоем. Тогда проще один натягивает, а второй там равняет, что попало. Здесь попали щерыцы. Щерыцы сейчас отнесу. Цыплятам положу. Они едят только листья, а семена они не перевариваются, по крайней мере. Так что бесполезно кормить семенами. Их надо только или проращивать, или тщательно перемалывать, а потом давать. То есть куры они не могут переварить. Допустим, если брать семена вишни, вишневые косточки, они за два раза. То есть они один раз съедают, потом у них перетирается большая часть оболочки, потом давать второй раз, там собирать или как, и тогда они переваривают уже окончательно. Не хотелось, конечно, обрывать эту щерыцы, но придется. Так как по низу оно получается ложится, раскрывается, и тут можно проникнуть. Куры, то есть петухи, это же отделение петухов. Они просто выскочат сюда и не смогут нормально потом зайти. То есть у сетки низ должен быть чистый, если вы растягиваете сетку какую-то. Ну а цыплята пусть балуются. До завтра она не сильно завянет. Лучше, конечно, с утра давать корм. Так, что-то у нас еще. Еще что мешает. И, наверное, все. О, а та пусть растет. Насеется семенами. Завтра можно будет распереть, когда уже окончательно натянется. Та сетка натянется и эта натянется. Можно будет распереть угол. Поставить какую-то палку, неглубоко ее вкопать. Распереть и будет держаться. Так, ну что, в принципе, можно уже будет петухов выпускать. А вот и они, кстати. Ну, в общем, разопру так, чтобы она не ложилась, не стелилась. И завтра уже можно будет, сейчас они там гуляют, можно будет их в отдельном дворике выпускать. Мурчат себе там, бурчат. Дальше будет идти за грушей. Скорее всего, обходить грушу. И идти в ту сторону. Вон тому столбу. Довольно-таки крупный участок получается. Даже не знаю, сколько тут квадратных метров. Но куры его зачистят, я думаю. Вон купается петух. В песке. Им очень не хватает-то прогулки, пробежки дневной. Ничего. Поправятся, я думаю. Быстренько наверстают. Накачают мышцы. Так что, Арсений Селезнев зверобой. И делал ограждение, ну, уже можно сказать, почти закончил ограждение петухам. Сейчас я пройду тут. Покажу, где будут двери. Если кто не смотрел первую часть. Вот тут, на этом столбе, будет дверь находиться. Дверь будет из сетки. Из вот такой сетки. Она будет вот так закрываться. Я думал делать там рамку, еще что-то. Это не обязательно. Вот тут и тут держится очень крепко. Весьма надежно. Снизу я тут подсыплю, а там переставлю трубу, в общем, и все. И тут проникнуть будет нельзя. По крайней мере, петухи, даже если проскочат, все равно их можно будет легко пересадить. Вот такой у них получается выгул. В упор к этой двери не желательно было делать. Так как выходить надо немножко под углом. А так будет нормально. Здесь получается 7 метров приблизительно. Ну, а так где-то в районе 12. Этого достаточно. Такой выгульный дворик даже для меньших кур делают. А здесь у меня будет всего лишь сейчас 5 петухов. Ну, может 6 или 7 петухов туда гулять спокойно. Там загрожено сеткой. Здесь они не выскочат. Здесь только цыплята могут выскочить через 10 на 10 сетку. Но цыплят я пока сюда выпускать не буду. Куст калины 1, куст калины 2, топинамбур, орех. На выбор ассортимент. Также будут падать сливы, если они захотят по это посмаковать, поласывать. Вот такие уже сливы были почти готовы. Часть засохла. Так что можно сказать, что петухам сделал. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Это был выгульный дворик для петухов. Приблизительно... Сколько ж тут... Ну, так скажем... 80 с чем-то там метров квадратных. Смотрите обновления. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok